Площадь Победы – памятный знак в честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага в годы Великой Отечественной. Прямо в центре пятиконечной звезды распускаются виолы. Цветы, больше известные в народе, как анютины глазки, здесь представлены в трёх оттенках – фиолетовый, марсала и жёлтый. Как однотонные, так и с крапинками. На городе у нас задействовано именно по посадке цветников 15 человек. Планируется в городе все памятники посадить виолой 60 тысяч. Работа вовсю кипит и на углу социалистической. Новыми красками заиграл мемориал воинам-интернационалистам. По бокам композиционного центра, куда примыкают скульптуры изображения шести женских фигур, скорбящих о погибших родных, выросли цветы памяти. Анютины глазки очаровывают людей по всему миру. Им приписывают разные значения. К примеру, французы и англичане считают виолу знаком постоянства, а поляки приносят цветы в дар при разлуке. Для белорусов же это символ любви и верности. В флористическом районе территории Гектара к высадке готовится еще больше полумиллиона рассады. Всего на новое место жительства отправится 13 видов растений. Цветовая гамма от золотисто-желтого до васильково-голубого. Почва уже подготовлена. Позже на клумбах города уже появится цветочная рассада, такая как бегония, сальвия, кератум, так как это уже теплолюбивые культуры. Новые цветочные композиции в этом году распустились на Минское 50 лет ВЛКСМ, Арджоникидзе, Гоголя, Крылова, Урицкого и Ковзана. Вскором запестрят и другие улицы. Украшать Бобруйска зеленители планируют еще как минимум два месяца. Все работы завершатся ко дню освобождения города. Впрочем, аромат весны уже витает в воздухе. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.